В День защитника Отечества во всех уголках бывшего Советского Союза возлагаются цветы к обелискам и мемориалам, которые хранят память о подвигах солдат и офицеров в годы войны. Ранним утром свежие цветы легли и к вечному огню цитадели над Богом. Сюда пришли почтить память павших в боях руководства области и города. Ветераны, дипломаты, военные для каждого. Это место наполнено особым смыслом. Каждый в минуты молчания думает о своем. Каждый считает, что именно в торжественные моменты, в дни праздников, нельзя забывать о тех, кто подарил нам мирную жизнь. И эту мирную жизнь необходимо сохранять. Сегодня в Беларуси создана армия суверенного независимого государства. Последние десятилетия делается все возможное для поднятия престижа и авторитета воинской службы. Проведенное реформирование и последующее развитие вооруженных сил позволило придать армии современный облик, оптимизировать структуру и численность, степень боевой и мобилизационной готовности. Уровень оперативной подготовки личного состава обеспечивает решение поставленных главой государства задач. Те задачи, которые поставил глава государства, мы уже отрабатываем более 10 лет. У нас есть уже накоплен опыт, сформированы определенные структуры. Практически каждый год в плане подготовки территориальной обороны мы отрабатываем это в каждом районе, в каждом регионе, подводим итоги. И крайняя проверка готовности территориальных войск, которая проводилась в Гомельской области, говорит о том, что территориальные войска в Республике Беларусь сегодня готовы выполнять наряду с вооруженными силами задачи по обороне нашего государства. Возложением цветов к подножию монумента освобождения на площади свободы и минутой молчания почтили память освободителей Бреста, отдавая честь павшим в годы Великой Отечественной войны и тем, на кого в мирное время возложена нелегкая ответственная задача Родину защищать, прозвучали залпы канонады. Армия была и остается основой каждого государства. Его щитом и мечом в любую минуту солдаты готовы встать на защиту Отечества. Войнослужащие Брестского гарнизона, олицетворение высокого профессионализма, отличной боевой выучки, они гарант территориальной целостности и суверенитета. Такая моя позиция личная, что и время воспитывает молодого человека. И, конечно, не хотелось бы, чтобы случилось какое-то такое сложности или какие-то такие события, ну, не дай бог, уже даже какие-то военные. Но я хочу сказать, что у нас это в крови, у белорусов, у нас славян, здесь, на нашей такой героической земле. И, вы знаете, это, ну, не хотелось бы такими словами говорить высокими, там, пафосными, но мне кажется, что каждый, и молодой человек, и каждый гражданин страны своей, конечно же, ценит свою страну и готов встать на ее защиту. Уже на протяжении более 9-ти десятилетий праздник 23 февраля является праздником военных, сотрудников органов внутренних дел, пограничников и пожарных. Праздником людей, которые раз и навсегда выбрали один путь, одну профессию Родину защищать. А самое главное, они вырастили достойную смену, и сотни ребят хотят равняться на своих дедов, отцов и братьев.